Всем здравствуйте! Сегодня я зачитаю письмо от анонима, дам свои советы, рекомендации, отреагирую каким-то образом. И также мы с анонимом ждем и ваших комментариев под видео. Давайте приступим. Итак, здравствуйте, Галина! Бесконечно вам благодарна за ваш канал, за вашу психологическую поддержку и советы. Вы невероятная женщина, мудрая, очень красивая, тактичная, с огромным багажом знаний. Блин, спасибо большое! И открыто делитесь этими знаниями с нами. Вы невероятно получаете от подписчиков много писем с благодарностью, но от себя лично хочу сказать, что открыла канал полгода назад, и вы мне очень помогали и помогаете своими влогами. Спасибо вам за ваш труд. Пожалуйста, не бросайте блогерства, такие полезные люди, как вы очень нужны нашему обществу. Большое вам спасибо! Да, я частенько, когда я публикую историю от анонима, пишут благодарности. Очень часто, обычно, практически всегда, но бывает, что и не пишут. В общем, по-разному бывает, но очень приятно всегда это прочитать. Может и наивно, но я хочу поделиться своей историей в надежде, что другие девушки и женщины, узнав, как бывает, будут бдительны и смогут избежать ошибок в отношении с турками. Скажу честно, писать начинала я ее даже дважды. Первый раз в период неясности, смятения и кучи вопросов из серии «Как будете что делать?», но потом как-то разрулилась, и я решила отложить свой рассказ на потом, а теперь пришло время. «Начну с того, что я всегда крайне скептически относилась к Турции. Понимаю, что это неправильно, но были основания. Была там впервые в 15 лет назад на отдыхе с мамой и осталось крайне негативным впечатлением. Меня беспредельно возмущало поведение турков, то как они нагло клеились ко мне еще и юной девочке, не смущаясь присутствия моей мамы. Щипали за попу и спину, говорили «Красивая Наташа». К слову, имя у меня другое, и мне всегда так тогда невдомек было, почему все русские тут Наташа. Потом мне рассказывали кучу всяких историй про турецких мачо, про их национальную черту врать и сворачиваться. Возмущало также поведение наших девочек, загорающих с камушками вместо купальника, зазывающих к себе в номер и отдельный персонал, напивающихся до упаду и так далее. Причем отель был крутой в Кемере, еда вкуснейшая, зеленая территория, впечатляющая анимация. Ну, за исключением дебильных конкурсов, на которых мы вставали и уходили. Но в общем, я зареклась тогда, что в Турции больше ни ногой. Все эти годы каждый отпуск был где-то угодно, но кроме не Турции. Все было замечательно, пока не наступили наши «непростые времена» в кавычках. В этом году мне пришлось выбраться для отдыха в Турцию. Немного о себе. Мне 30 с хвостиком лет, в разводе есть дочка. С бывшим мужем разошлись плохо. Инициатива развода была моя, так как оказался типичным русским быдло-мужиком, желающим жить и самоутверждаться за счет женщины. Мы разошлись плохо. Я попросила покинуть наш дом. Он не помогает, не общается уже несколько лет. В настоящее время, как говорится, среднестатистическая маманька, которая впахивает 24 на 7. Я разрываюсь между домом работой и жажду каждый отпуск, как манны небесной, чтобы отдохнуть. Мне особо некогда пытаться закрутить романы какие-то или вырваться куда-то потусить. Говорят, я красивая, толковая, я могла бы устроить семейную жизнь и не пахать так. Но как-то не складывается. Да и честно говоря, до нынешней истории с Турком мне никого и не хотелось в прямом и переносном смысле. Знаю, что много психологических проблем от неуверенности в себе до беспредельного недоверия теперь мужчинам. Бывший муж часто капал на мозги мне, что я никому не буду нужна, что я меркантильная. Вообще, короче, у меня появились комплексы. Но я начала работать над этим. Это и есть уже хорошо. Вы молодец. Итак, проглотив весь свой негатив в этой стране, отправились мы с дочкой и подругой в наше турецкое путешествие. Приехали мы в скромный, тихий семейный отель. Пляж в бухте, красивое место, приличный контингент, никаких топ-лист девушек, приставучих турков. Все чинно, благородно и поймала себя на мысли, что у нее и так тут уже плохо. Можно было бы рассмотреть сюда и тур на следующий год. Но вот во время анимации привлек мое внимание ведущий. Он не красавчик, какие бывают смазливые турки. Я знаю, меня такие не привлекают, но что-то в нем было очень притягательное. Да, харизматичный, тактичный, кстати, никаких пошлых конкурсов у нас тогда не было в отеле. Говорит на пяти языках. Я удивлялась, ну как не путается, классно ведет себя с детьми, что очень, конечно же, подкупает, но я старалась на это не вестись. Пластичный, ну и самое главное, ни разу не был замечен с какой-то девушкой, даже в маломальском флирте, ни разу. Даже в какой-то момент подумала, может быть он голубой. Я, дама наблюдательная, и заметила, что на сцене он веселый, но вне сцены очень серьезный, сдержанный, как будто что-то у него случилось. Ну или просто сам по себе такой человек. Где-то в середине отдыха я поняла, что стала искать его глазами днем. Еще дети много о нем говорили, и пока видели его, бежали к нему, кричали его имя, в общем, он с ними хорошо ладил. В общем, стали мы с ним переглядываться. По сути, нас дочка познакомила. Было ощущение, что он смущается, когда видит меня. Это было забавно, однако вечером подкараулил как-то нас, типа случайно встретились, немножко поговорили, спросил, как, между прочим, замужем ли я. Я такая, на следующий день пригласил на свидание меня. Я прекрасно понимала, на какое свидание, в кавычках, он рассчитывает в итоге. Но это не в моих принципах. Поэтому я ему сразу сказала, что секса у нас не будет. Он адекватно воспринял. Да, обнимались, целовались, но какого-то интима не было. Разговаривали, гуляли, я вспоминала, как это быть такой желанной. Мне нравились эти бабочки в животе. И казалось, я не стала после развода бесчувственной холодной теткой. Однако, он мне, честно говоря, я не верила его рассказам. Может, закидать меня помидорами, называть злюка. Ибо когда случилось землетрясение, я, конечно, глядя новости, сопереживала народу, что погибли люди. Но в то же время крутились мысли, что лицемерные турки-мачо летом наверняка воспользуются данной историей, чтобы охмурять наших девушек и манипулировать. Вот и его рассказ я слушала и думала об этом тогда. Обижать его не хотелось, так как закладывала процент того, что, может быть, правдой, посочувствовала ему. Но продолжала оставаться при своем мнении. Но чувак, работающий в туризме, по-любому лживый и хитрый, думала я. Надо отдать должное, умеет располагать к себе. Оказавшись в его номере, я была уверена, что контролирую ситуацию. И он не позволит себе лишнего. Видел мое недоверие к нему, я задавала много вопросов, он на все отвечал. Даже документ свой показывал. У него двойное гражданство и до землетрясения он жил в Европе. Говорил, что я ему очень нравлюсь, было много комплиментов. Я немного поплыла, конечно, отвыкла от такого. Но откровенной лапши с его стороны в плане комплиментов никогда не было. И потом даже как-то этого и не хватало. Вскоре я уехала. Никаких провожаний у автобуса, слез не было. Когда я оказалась в самолете, начал писать мне с этого момента. Пошел новый виток в моей жизни. По приезду домой начались ежедневные звонки по несколько раз в день. Переписки. Он работал, звонил в перерывах. Я тоже днем могла говорить недолго. Но по ночам разговаривали часами. Он хорошо знает русский. Иногда бывало не допонимает, но мы быстро это разруливали. Мне нравилось его внимание. Но мое недоверие было неизменным к нему. Скажу сразу. Замужество это принципиальный огромный страх. Я не готова сейчас к этому и не хочу. При этом я хочу папу, ребенку и себе, мужчину, любви, внимания. И сама готова отдавать многое. Ну, тянуть все одно и тяжело вообще-то. Вот такая палка о двух концах. В общем, нужно строить отношения. А дальше видно будет. Его, этого турка, я изначально не видела своим мужем. Но отношений, конечно, мне хотелось. Так как у меня было строгое воспитание, я сама заточена на семью. Просто интрижкой тут обойтись не может. Короче, мучила допросами. Я его основательно. Я постепенно его спрашивала про других девушек. Он присылал мне скрины звонков, ватсапа. После шоу шел в номер, звонил мне. Старался подтверждать, что никто, кроме меня, ему не нужен. Никаких дискотек. У меня были номера его коллег. Все они говорили, что он хороший парень. И никогда их не обманывал. Не был замечен с девушками. Ну, как бы и нас никто не заподозрил, конечно. В общем, быстро стал говорить, что меня любит. Хочет жениться. Сказал, что нашел, что искал. Ему нравится мой характер. Несмотря на то, что я капризная, сильно контролирующая. Но, мол, ему скрывать нечего. Поэтому даже это нравится. Сказал, что зацепила я его тем, что не дала ему тогда. И готов ждать сколько угодно. На мой вопрос, и как же восточный мужчина без секса-то продержится? Сказал, что руки есть. Ха-ха-ха. Записал в телефоне меня с женой. Если кто-то находился рядом, говорил, жена звонит. Мне пора было неловко. Хотя инициатива и звонок была в основном от него. На его люблю я никогда не отвечала взаимностью. Говорила ему, что я таким словом не разбрасываюсь. Что для меня сказать такое очень серьезное. Я должна это чувствовать. А не просто эйфория какая-то. Он говорил, что он не бабник. Рассказывал, что дальше очень много гулял, когда начинал работать в туризме. Но последние пару-тройку лет такого у него нет. У него была русская девушка. Серьезные отношения долгие. Он ей делал предложения. Но они в итоге разошлись. Он даже летал к ней в Сибирь. Носил кольцо. Но ее родители были против брака. Никаких арабов в семье. Как вы понимаете, раз много было родни в районе землетрясения, значит и там он вырос. Район Хатая. Он мне говорил, что его мама христианка. Хатая христианка. Интересно. Ну-ка, я не говорю, что такого быть не может. Но это очень интересно, потому что там чисто вообще религиозные местности. Говорил, что он с уважением ко всем религиям. И вообще красиво про веру говорил. Для меня вопрос в вере важен. Я ему сразу сказала, менять веру я не буду. А он сказал, что я не стал бы настаивать. Меня смытили его быстрые признания. Благодаря вашему каналу и разным формам, я узнала, что для них это норма. Но то, что он очень быстро стал говорить про приглашение, про то, что приедет ко мне в Россию на отпуск, на месяц или даже на два меня очень смущало. Я говорила, посмотрим. То есть не давала ему конкретного ответа. Он говорил, что будет мне помогать с дочкой. Очень был к ней расположен. Говорил, что будет по дому помогать. В общем, был семейно настроен. Говорил, что я могу к нему приехать. Мне только билет надо оплатить. Он жилье для нас позаботится. Говорил, что когда поженимся, я могу решить, где мы будем жить. В Европе у него там дом. Чего-то сомневаюсь, что у него дом. А он такой в Турции сейчас тусуется, аниматором работает. У него дом в Европе. Его и серьезно? Вот в ту экономическую ситуацию, которая сейчас в стране, он не в Европе, а в Турции. У него там дом. Ох, не верится мне в это. В общем, можем жить в Европе, в Турции или в России. Но говорил сразу, что в России ничего у него нет. Но он будет много работать и со всем справиться. Осуждал моего бывшего мужа. Не понимал, как так можно? Не общаться, не помогать ребенку. Ну, а теперь интересненькое. Ой, я даже сейчас слушаю и прекрасно понимаю, что сейчас, наверное, будет. Потому что как он классно селит и хорошо так лез к вам. То есть он вообще желательно найти какой-то побег и убежать из своего дома, на самом деле. Первый раз нагласен, он свозли к ней на почте его приезда. Для меня пригласить к себе в дом чувака, с которым мы вживую общались несколько дней, это огромный шаг. И да несмотря на плотное ежедневное общение по видеосвязи, я боялась, что он альфонс, бандит или какой-то как-то может нам навредить с дочкой. В общем, фантазия у меня бурная. Я бы сейчас скажу, у вас бурная тревожность. У вас есть огромное недоверие. Кстати, это не из-за мужа, абсолютно. Муж только подтвердил, укоренил эту историю. У вас вообще вопросы с доверием к людям очень большие и повышенная тревожность. У вас очень много моментов, вы описываете именно... Знаете, всякие расспросы, это все про историю продавения, повышенную тревожность. То есть есть какой-то моментик, но это было до мужа 100%. Муж только еще, назовем так, вот в больное, вы это, знаете, иголочки понавтыкал, вы это как вот... Это сейчас остро, но это началось еще и до него. Вы вообще изначально его и выбрали с этими запросами вашими. В общем, дальше. Многие говорят, что я параноик, у меня куча страхов, поэтому в целях борьбы с собой я была почти готова согласиться пригласить его к себе. Но когда он несколько раз в ночью во время дискотеки в отеле не позвонил мне, не ответил на мои звонки, сбрасывал, не перезванивал. При этом позже был в сети. На утро, как ни в чем не бывало, разговаривал со мной. На мои вопросы странные объяснения давал. То драка в отеле, то менеджер позвал на собрание, то телефон у него не в сети. Тогда у меня и закрались сомнения в его искренности. Я сказала, что если он приедет, то ему надо посмотреть отель. До этого напрямую я не озвучивала, что будет он у меня там дома, например. Вначале он адекватно отреагировал. Мне даже понравилась его реакция. Сказал, без проблем, посмотрим. Но на следующий день, видать, переварил всю информацию и стал измущаться. Мол, он мой мужчина. Почему он должен быть где-то в отеле, когда может побыть, пожить в своей девушке, что якобы я его уверила, что он ко мне может приехать, что если бы мы приехали, он бы никогда так не поступил со мной, не отселил бы меня в отель, а сделал бы аренду квартиры. Тут выяснилось, что у него нет жилья в Турции, что в Хаттае было единственное жилье, и то сломалось. Я стояла на своем, что нет доверия, надо пообщаться вживую и так далее, что в конце концов неприлично так напрашиваться вообще-то. А он обиделся. Несколько дней не общались. Я больше скажу, он планировал сесть вам на шею. Все прекрасно, он еще супер красавчик. Но дело вообще не в Хаттае, я вам скажу. Вообще не про Хаттае история. Это типичный вот Алифонс, курортный, который просто историю с Хаттаем классно использовал для себя. Несколько дней не общались, потом сам вышел на связь, попросил помочь поискать ему отель рядом с нами. Сказал, что ему не нужно никаких роскошеств, что он на все согласен, лишь бы приехать и увидеть меня и побыть с нами. Ну окей, нашла ему вариант, бюджетно согласился, даже сказал, что билеты резервировал на самолете. Ну-ну, помирились. Прошло немножко времени и опять на этой же почве стал ругаться со мной, точнее сказать, выяснять отношения. Откровенных ссор с криками у нас никогда не было, просто неприятный разговор, спокойный. И потом мы прекращали общение на какое-то время, избегающие. На этот раз две недели они выходили на связь. И тут я поняла, что скучаю и решила выяснить, куда он делся-то, чтобы не строить догадок, а все же выяснить причину его исчезновения. Он же вроде как серьезно настроен был. Почему какая-то история с отелем его так смущает? Я написала ему, а в ответ сказал, что он решил, что я все закончила и поэтому не писал мне. Говорит, что каждый день заходил в WhatsApp, увидел, что я в сети, ждал, что я напишу или позвоню, но этого я не делала. И тут я подумала, может быть, он устал быть инициатором общения? Я как эгоистка веду себя, как капризная девочка, надо было самой написать. Ну, в общем, мы помирились. Про приезд говорили вскользь уже, так было неясно, когда будет же его отпуск, ждали хозяина отеля на собрании. Короче, были несколько его личных ситуаций, которые нас сблизили в общении. Например, ему нужно было по поручению отца съездить в другой город на перекладных автобусах двое суток, добираться, не спал, потом приехал на работу в отель. Ну, сезон закончился, но он продолжал там работать. И мы с ним созванивались каждые два часа. Я знала, как ему важно было, чтобы я была рядом, мне было важно, что я ему нужна. Он из не очень простой многодетной семьи, но я видела, как он много работает, что не лентяй. Я стала жалеть его в связи с его историей о гибели родни в землетрясении, что лишился дома. И когда... Он уже там в Европе есть. Что это он дома-то лишился, правильно? Он же в Европе мог его продать и здесь в Турции купить. А тут типа я свет в окошке появилась в его жизни, но если честно, сейчас после всего я снова не верю в это горе. Я тоже, если честно. В общем, мне казалось, мы сблизились к какой-то новый уровень общения, но меня смущало, что он мало расспрашивает про меня, про мои интересы. Я это оправдывала тем, что люди разные, наверное, есть такие кто-то, кто не задумывается подобных вопросов. Его смущало, что он совсем меня не ревнует. Мне прям бесило иногда это. Я сама очень ревнивая, и я не понимаю, как можно вообще не ревновать человека, который тебе небезразличен. Тем более восточный мужчина. Я даже провоцировала на ревность его специально, но нет, не проканала. Стали закрадываться сомнения, а так ли сильно я вообще ему нужна, или у него какие-то определенные цели, выгода, со временем выяснится. Я очень недоверчивая, после развода и страшного разочарования, мне сложно выстраиваться наше небо, это сказала. Тем более с турецким мужчиной, про которых все говорят, что они любители врать, но мой турок максимально старался опровергать это и говорил, что все люди разные. Про его семейное положение мне было известно, что был фиктивный брак ради европейского гражданства несколько лет назад. Ой, он уже кому-то так укатил, кстати, с курорта, скорее всего, фиктивный брак. Она думала, что у них настоящий для него был фиктивный. Он сразу мне про это рассказал, говорил, что детей не было и нет, спустя пару месяцев вообще не выяснилось, что в юности у него был первый брак по сватовству. Ой, классика жанра Хатая вот этой местности. Когда его родители везли со свадьбы брата, прямо в машине он узнал, что ездить на вторую свадьбу оказалось на его, не видя ни разу невесту, что та самая, та семья была дальней родней отца и им нужно было помочь. Сказал, что после женини бы они просто разошлись чуть ли не в тот же год. При этом секс у них был, но он ее не любил, она его тоже и вскоре после их развода она вышла второй раз замуж и уехала в Сирию. Это было давненько. Ладно, я типа это приняла. Когда я с ним говорю не верить, вот мне так интересно, у него был фиктивный брак в Европе, там дом остался. Нет, этот дом в Европе все покоя, честно говоря, не дает. Просто это так показательно. Здесь он дом потерял, трагедия, вся фигня. Блин, чувак, у тебя есть дом уже, деньги в него вложены. Давай, продавай, в чем проблема вообще? Что ты ноешь? Делай действия. В общем, это было давно, я типа и это приняла. Когда с ним говорили, не верить невозможно, очень все четко рассказывал, не подкопаешься. Конечно, ой, эти черные грустные глаза, которых можно утонуть. Тут я начинаю мучиться, что это я недоверчая сволочь, или это он конченый, так честно неловко, или он так врет хорошо. Начитавши всяких форумов, узнав, что в турецких документах может быть не указано женат, не женат, попросила его прислать мне семейное положение с и-девлет, сайт типа наших госуслуг. Он говорил, что не пользуется им. Да? Не пользуется. Ему нужно съездить в город, свой выходной, получить пароль для входа. Да, можно, но, блин, ты не пользуешься, я сомневаюсь. Это вполне, да, так и делается, пароль надо брать, но, что он ему не пользуется, раньше, что не заходила, что-то в это не верю. Ждала я недели две, все забывал. И вот в один прекрасный день присылают мне пароль в личный кабинет. Конечно же, такое его доверие, такой шаг меня просто обрадовал. Сайт на турецком, ничего не понятно. Ну, благодаря великой силе интернета я справилась, выгрузила нужные документы, дальше включила Шерлока Холмса, выяснилось, что мужчина там официально еще женат на европейской даме. С первой женой действительно был развод лохматые времена. Ну, а далее нашла информацию по семье и выяснилось, что у него трое детей от первого брака. Что его мать 10 лет назад умерла и мусульманкой была. Он мне рассказывал, что она в Европе живет, что они поссорились, и когда было землетрясение, и он просил помочь деньгами для друзей, то в беде оказался, а она ему не помогла. Ему пришлось тогда брать кредит, и он зол на нее трэш. Что отец женат во второй раз, через год после смерти матери уже. Что первая жена моего мужчины урожен к Турции, а не соседнего государства, как он говорил, и в ту Сирию она не уехала. Короче, я охренела. Но я не я, если шанс человеку объясниться. Я подумала, раздал пароль, либо предлагал, что я найду эту информацию. Ему нечего было объяснять, либо есть реальное объяснение всему этому. Либо думал, что я дура, тупая, не разберусь с сайтом, так как не знаю турецкого. Разговор был, конечно, долгим. Про мать он сказал, что не хотел говорить, потому что для него это тяжелое воспоминание. Блин, говорить не хотел, а врать нормально врал про нее, что она жива вообще. Про трэш. О, блин. Ему проще говорить, как он мне, что скучает просто по ней. Но на мой взгляд, говорить о ней плохо было просто низко. Про детей сказал, что они не его, что у его первой жены они от ее мужчины. И так как они не были гражданами Турции, а были беженцами из Сирии, отец попросил помочь ей, чтобы было гражданство. И у нее и этих детей, чтобы была Сегорта, медицинская страховка. Типа он их усыновил. А в их семье Сегорты мог обеспечить тогда только он, потому что работал на работе официально и говорил мне, мол, ты знаешь, как я люблю помогать людям. Меня просили помочь, а отец спросил, и я сделал это. Тут я стала выяснять, что это такое Сегорта. Но дети-то рождались каждый год после их свадьбы, смайлики. В Идеевлете все продатировано, ну, естественно. И он записал, написан, папой у них. Он стал говорить, что он не такой мужчина и мечтает о своих детях, и никогда бы не бросил их. Сказал, что попробует их. Извините, не могу дальше читать. Это капец смешно. Но при этом сказал, что с ними не общается, на них выйти может только его отец. То есть он со своей официальной женой каждый год там рожал троих детей, а ей говорил девушке, что это приемные дети, он к ним отношения не имеет, и он их усыновил. Для того, чтобы у них Сегорта, Сегорта-то медстраховка была. Представляете? Сказать про своих детей родных, что ты их усыновил, это просто, что мать его в Европе живет. Она умерла, блин. Окей, читаем дальше. Галина, подскажите, пожалуйста, как можно проверить, кто реально отец этих детей? Если какой-то документ, как можно было бы убедиться в правоте его слов? Да блин, никак. Все, вот скажу вам, вот все, что в Едвилете написано, это все правда. Все, что он говорит, хоть что придумает, это он придумал. Едвилет — это наши госуслуги, и там вранья быть просто не может. И если после брака с ней у него каждый год там рождались дети, его официальная жена рожала детей, я не знаю, отец он спал с ней или нет, или он позволял своей жене из Сирии вообще спать с кем-то еще и принимал ее принесенных ему детей, это вообще как? Вы сами-то подумайте, о чем вообще речь? Какая вообще сигурта? Медстраховка есть у всех. И она могла эту медстраховку, как, например, если мы представляем, что она реально не Тручанка Сирика, она ее могла купить. Ей могли родственники скинуться, оплатить. Как здесь иностранцы на ВНЖ приезжают, они оплачивают себе сигурту, страховку медицинскую, в год, раз в год надо платить за нее. А государство, она просто бесплатная. Или ты ее даешь от себя, кто работает официально, могут с... Ну, короче, работодатель это оплачивает. У меня разные варианты есть. Ну, короче, вы понимаете, что нет такого повода, для которого бы он устанавливал чужих детей. Это правда, что сигурту дают только в случае официального трудоустройства. В отеле могут вообще работать официально. У него не аниматорская должность, он за всю развлекательную часть отвечает и охрану. Ой, про вторую жиду, которая числится до сих пор женой, та, что европейская, фиктивная, тоже сказала, что там давно все закончилось, что это было только для гражданства, и она знала это. Он ей денег заплатил, и они разошлись давно. Но он не поменял документы, что ему для этого надо ехать в Анкару и менять там данные. Сказал, что сделает это. Блин, вы серьезно? Ну, такие истории, вот то, что он рассказывает, я знаю такие истории, это бывает. Такое, действительно, европейкам платят деньги для гражданства. Ну, он бы, блин, в Турции не жил, вы понимаете? Если он бы платил ей бабки за фиктивный брак, он бы там остался. И вот у таких людей цель уехать в Европу, получить документы и там зацепиться. Ну, на кой черт ему было платить ей деньги и возвращаться, допустим, про землетрясение. Но он же мог в течение вот этого года сейчас вернуться обратно. Вы понимаете, что здесь ничего не держат? О чем вообще? Это просто такой бред. Такое вранье огромное. Я тут не верю ни одному слову. Вот все, что в Едовлите написано, верьте. Все, что он говорит, ничего не верим. Конечно, клялся мне, что иногда меня не обманывал, что мне не врет, что рассказывает все, как есть, что хочет честных отношений. Я сказала, что ты меня как минимум с мамой обманул. Спросила, когда он собирался рассказать про все это. Спросила, как я доверять ему могу после этого, что это официальные документы, почему я должна верить его словам, а не документам. Закончили на том, что я сказала, что мне надо все это переварить. Если дорога ему, дорога ему, то он найдет способ доказать мне, что все, что он сказал, правда. И что не женат, и что дети не его. Мы попрощались. На утро он написал мне обычное милое утреннее смс. Я сухо ответила, и после этого ни звоночка, ни сообщение. Неудивительно. Тем временем, я в роли мисс Марпл продолжала свое расследование, думая о том, что может я и не права, но у него, правда, были обстоятельства какие-то. Но нашла я в соцсетях эту европейскую даму, старше его почти на 10 лет, с двумя светленькими детьми, явно не от него, живущей в том самом доме, который по факту он выставлял в роли своего собственного дома, который он якобы закрыл и уехал работать в Турцию, потому что Европа ему не нравится. И был он там этой весной последний раз. Европа ему не нравится. Я вас умоляю, реально не нравится ему. Все только туда, блин, и многие стремятся сейчас уехать, а ему не нравится. А может я хочу понять окончательно, что он от меня в итоге-то хотел, что он за человек такой. Ну ведь секс получил он, может там, а той. или он из тех самых, которые на не сезон ищут где перекантоваться на халяву. В точку. И вот этот раз пал выбор на меня или какие-то другие цели. Он мошенник, денег никогда не просил. Я все неправильно воспринимаю. Помогите мне, пожалуйста, я запуталась. Кстати, в последнее время он не давил на меня со своим переездом. Скорее наоборот, решил уже, что не поедет. Говорил, что в Таиланд весной хочет с нами съездить, вместе отдохнуть. Подумывал, как это сделать. Думаю, это был очередной гон запудрить мне мозги. Абсолютно уверена, чтобы вашу бдительность как бы, как сказать, потушить живут тревожный человек. Могу сказать точно, о чем я не пожалела. Несмотря на дикие бабочки, желание интима с ним, у нас его так и не было. В моем случае это очень хорошо. Иначе я чувствовала бы себя просто использованной. Во всем остальном я пыталась понять, а правильно ли было быть такой дотошной, доканывать его допросами, контролировать. Вряд ли какой-то нормальный мужик это выдержал бы. Может, мне надо было сразу настаивать на едовилете или тихо, спокойно оперечь свои нервы и все равно бы все вскрылось. Ай, не вскрылось бы, поверьте. В чем-то я все-таки даже благодарна, ведь благодаря ему я поняла, что мне может кто-то нравиться, и я способна влюбиться в правильные выводы. Делаете. Только вопрос, почему я в очередной раз влюбляюсь в мужчину, который ничего мне дать не может. Я его жалею, думаю, что могу помочь, и все готово, просыпшую спасатель. Простите, если много воды, слишком длинно получилось. Вы спасатель, с тревожной подоплекой, у вас вопросы с доверием, кто-то ваше доверие очень сильно подрывал, до вашего супруга еще. Выбираете тех, кого надо спасать, или которые потом абьюзят, кстати. Про чувака этого из Турции. Вообще хорошо, что все скрылось. Спасибо, что насмешили и тем планом. Я понимаю, что это трагедия и как бы больно, возможно, но вы так смешно писали и в принципе сама история, как вы его все это раскусили. Опять скажу, все, что в Едивлете, это чистая правда, это на государственном уровне. Там изменить и справить невозможно. Врал он просто в три короба. Мое мнение на эту историю, конечно же, да, он хотел на зимний период перекантоваться. Это типичный Альфонс, абсолютно прихлебатель, который отрывает где-то кусочки, где ему поволено присесть. Он с удовольствием сядет, прокатится, пока ему удобно. Это максимальный эгоист. А когда ему станет некомфортно, он встает и спокойно уходит. При этом он винит всегда свою жертву для бы быть в белом пальто и на коне у него все хорошо. Это ты такая плохая. С чем там накуролесил? С женой, типа, сирийкой, типа, его попросили, троих детей нарожали. Это дети, конечно же, от него. После свадьбы, после свадьбы рождались дети. Он что, позволял в подолет себе приносить их на сясописал? Вы вообще, мы в своем уме, нет? И вы не забывайте, где это происходит. Она, например, допустим, гражданка Сирии, а он из Хаттая. Это максимально про-исламский религиозный регион. Если мы говорим про землетрясение, что очень большое разочарование у 50% демократов в стране было, что Хаттай потерпят такие просто разрушения и человеческие жертвы, там все равно большинство из-за религиозных взглядов и смешанных с политикой проголосовали за президента. Они его поддержали, несмотря на то, что их дома были хреново построены при коррупции. Представляете, насколько там религия очень сильна, взгляды определенные. Там есть свободные, конечно же, люди, которые нерелигиозные, но их меньшинство, меньшинство. Меньшинство. Поэтому мы делаем выводы, что приносить ему жена впадали от другого мужика, записывать на себя полнотно не стал. Как минимум, его бабы... Ну, это бред, такой бред, это вообще ничего не стыкуется. Окей, у той европейки старше его на 10 лет, двое детей, окей, есть такие, кто дают деньги, я это рассказывала, да, выше, переезжают, но он бы там задержался, понимаете? Он бы просто тупо потратив свои деньги, давая ей взятку за фиктивный брак. Он бы там остался, задержался за хорошую, даже какую-то не очень должность, какую-то работу, там все равно это больше, чем в Турции получать. Вот в чем дело. Он своими аниматорствами столько не заработает, как в Европе, даже на простой работе. Вот я к чему. Зарплата не те. Абсолютно. Потому что это вранье очередное. Он на ней женился, он также уехал когда-то на перезимовочку, принял ее двух, там, например, деточек, и все вы поняли. Он уехал потом бедный несчастный в Хатай. Бедный, вот он перед нее, сейчас она ему денежки, скорее всего, посылает, ему все деньги нужны, вот устроился аниматором. Знаете, что он рассказывает, как он отправляется деньги родителям, папе сейчас, помогает братьям, сестрам всем. Вот он на такой весь страдали, стопудово. А тут вы подвернулись. Ха, класс. Только он не рассчитал, что у вас тревожности так много, вы так не доверяете, что просто так легко проехаться по вашим ушам не получится. Вы докопались. Вы его просто дотерзали. Он дал ей доявляться надеждой, что вы ничего не поймете. Но он настолько глуп, что он не подумал, что есть Google-переводчик, и можно страничку с Google-ом открыть ей до лета, например, и все переведется тут же на русский язык. Все просто. Он настолько большая, как бы, алло. Он надеялся, что вы ни черта не поймете. В общем, хорошо, что вы так отделались. Вот вы говорите, правильный вывод делайте. Я вас в этом поддерживаю, что я поняла, что могу чувствовать, я могу любить. Просто спасать больше никого не надо. Давайте, окей. Хватит этим заниматься. Жить для себя. Будьте эгоистичнее. И вообще вопрос доверия. Я, как всегда, могу сказать, вам надо разобраться с доверием и с тревогой повышенной. Тревога у вас из-за отсутствия доверия. Очень часто это, когда вам обещали что-то, травмировали тем, что большие обещания вас оставляли и не исполняли то, что вам обещали. Вот это так. На какую тему из прошлого вашего можно поразмышлять, что могло быть причиной. В общем, короче, хорошо, что вот так. Знаете, хорошо, на нее денег не потратили и не чувствуете себя использованной. Что думаете, кто в комментарии будет писать зрители этого видео? Спасибо, что развеселили, честно. Таких историй надо еще поискать. Именно вот этот столб вот этой лжи чисто классика. Ну, пусть вот, знаете, с улыбкой мы эту историю закроем правильно, чем потом, не знаю, расхлебывать это каким-то образом. В общем, спасибо большое всем за внимание. В инфобоксе под видео моя почта. Если вы тоже хотите присылать вашу историю для публикации, пожалуйста, я напоминаю, что если вы присылали другим блогерам, мне не присылайте, не хочу участвовать в рассылке. И следующее, если историю присылаете, то она 100% опубликуется на канале заднего отхода или отложите, не публикуйте, у нас не будет. Вот. Спасибо всем за внимание. Также на почту, если вам нужна моя психологическая консультация, как психолога, тоже пишите консультацию, я вам отвечу. Скоро увидимся. Всем пока.